Салют народ! Записывается видео специально для канала Бульдозер ТВ. Как говорил когда-то классик, почетная профессия колхозный тракторист. Нам наплевать на рок, на панки металлист. Так вот, под микроскопом нашей сегодняшней передачи такая техника, как Мерло Турбофермер. Конкретно этот агрегат работает на пелораме. Его грузоподъемность 4 тонны, объем двигателя 4,5 литра и, по-моему, 140 лошадиных сил. Давайте посмотрим поближе. Вот такой вот он имеет замысловатый мотор. Естественно, дизель, кто понимает в этом. Расход где-то 1,5 литра на холостом ходу. Во время езды и полной нагрузки где-то доходит до 6-7 литров расхода в час. Ну, соответственно, понятно, здесь меряется расход не в километрах, а в часах. Закрываем капот. Имеем огромные колесики с жиденькими брызговичками, которые непонятно вообще, что могут отражать. Вот вставлен каблук, вы видите. Сзади очень удобно сделана фишечка под прицепное. То есть можем подсоединить прицепчики, будут мигать все поворотики. Как вы видите, максимальная скорость 40 км в час. Предупреждение, ну, конечно же, что не садится. Иначе можете отломать. Хотя, как на такой технике, можно это отломать. Вот у нас тут есть бирочка с грузоподъемностью и со всем остальным. То есть с моделью. Год выпуска, вы видите, 2019. Эта машинка куплена в этом году. Является абсолютно новой. Ну, уже где-то она полгода проездила. Вот имеем крышечку под заправку для солярки. Здесь у нас даже для специально отдаренных написано, чтобы заливали дизель, ничего другого. Салон, к сожалению, закрыт. Я, может быть, вам отсниму все, что там есть внутри. Вот у нас есть такая горловиночка для заливания жидкости, омывайки. Стекол. Видите, что минимально нужно 5 литров залить. Спереди наш трактор оснащен вилами, которые возят здесь древесину. Также есть прицепное спереди. Вот вы можете его наблюдать. Ящичек для аккумулятора, то есть аккумуляторный отсек. Все видите на аккуратных таких скобах, чтобы не потерялось. Подсветочка, кстати, очень хорошо светит. Две фары спереди. Вверху, видите, на крыше. Также, что очень радует, от водителя, то, что вот эти вилы могут выдвигаться не только вверх-вниз, но также вот эта направляющая двигается вперед и назад. Что очень удобно, когда перед вами что-то сейд, и нужно, ну, скажем так, через какое-то препятствие подать этот груз. Машинка очень удобная, очень тихая, достаточно экологичная. Никогда не наблюдается вот этого синего смрада из выхлопной трубы. Нам очень нравится. Стоимость данного аппарата здесь, в Чешской Республике, 2,5 миллиона крон, простите, что примерно около 110 тысяч долларов. Человек, который этой машиной управляет, одной рукой рулит, второй вытирает слезы радости. Ну и на контрасте снимем вам вторую машинку, которая здесь ездит. Вот так она выглядит. Это погрузчик фирмы Деста. Год выпуска 1991. Хотя, честно говоря, я думал, что где-то лет на 100 он старше. И давайте посмотрим, что у нас от него осталось. Отсутствуют боковые двери. Аккумулятор, видите, торчит с потеками кислоты, постоянно брызжет на ногу водителю. Серная кислота или какая там заливается в аккумулятор. Очень старый. Заводится примерно с третьего раза. Но, тем не менее, свою функцию выполняет. Ездит, причем у него, по-моему, льют даже солярку, которая используется непосредственно не для двигателя, а для отопления в печах. Но, тем не менее, ездит. Хотя я, работая три года, здесь, наверное, ее видел уже раз пять на ремонте. Причем оставались одни колеса. От нее, видите, достаточно стертые. Ну, а техника надежная, дешевая. И, я думаю, она примерно 150 тысяч раз себя уже окупила, потому что каждый день вы на ней не просто катаетесь, а зарабатываете деньги. Вот так это все выглядит. Вот она держит дровишки. Уставшая бедолага. Но, тем не менее, я же говорю, работает. Продолжает работать гидравлика. Продолжает не все работать. Пусть, конечно, и без дверей, и без всего. И уже половина запчастей не хватает. Но, тем не менее. Поэтому, что купить это, либо вот это, выбор остается за вами. Это выпуск еще, наверное, уже, наверное, Чехии, Деста. А, это Франция. Вот Мерло. По названию, наверное, всем понятно, да, что это лягушатники. Специально для канала Бульдозер ТВ от канала Немного Европеец. Заходим, смотрим, подписываемся. Впереди куча интересного. И вообще комментируем. Всего всем хорошего. Всем добра. Пока-пока, ребятки.